шалом у чехова есть такой рассказ про человека которого по традиции тех времен сопровождали конвойные пешком в сибирь в ссылку суть рассказа такова что он по дороге делится с ними своей надежды наконец-то я туда дойду вот там я надеюсь что у меня будет какое-то хозяйство заведу каких-то животных пусть это далеко от цивилизации но 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 зато вот эта надежда я я очень жду этот момент и вот конвойные потехи ради или может быть злобно сказали ему ты знаешь ты не дойдешь потому что более сильные люди чем ты не доходил вот они ему сказали это и вдруг он паник ему достаточно было одного раза чтобы его надежда ушла в небытие более современный рассказ про опыт опыты над крысами которых бросали в воду и ждали сколько времени они продержатся и вот всего лишь 10 минут хватало бедным животным чтобы остаться в живых но не тут то было настойчивые ученые вынимали их из воды и в последнюю секунду когда силы уже их покинули они их сушили потом второй раз бросали воду как вы думаете сколько занимало времени продержаться на воде у этих же крыс во время второй попытки 60 часов мы видим что может сделать надежда и вера когда крыс спасали в первый раз во второй раз они уже знали и надеялись что кто-то их поддержит в первом же рассказе бедный арестант вместо того чтобы его поддержать вы еще глубже опускали вниз заметьте что иногда одна фраза может закончить всю надежду и веру человека может уничтожить его полностью а иногда одна фраза может взбодрить наставить усилить дать возможность поверить если эта фраза еще подкреплена действием реальной помощью она может вдвойне в стране даже в 10 раз добавить жизнь этому человеку сколько раз люди сталкиваются с приговорами врачей которые говорят все тебе и сколько раз те же самые врачи говорили да тебе но есть всевышний в этом мире он может помочь сколько раз мы поддерживаем людей словом делом финансами чем бы то ни было это поднимает человека во первых у него есть вера в людей вы есть вера в бога у него есть вера в себя и и это к этому надо стремиться лучшая книга которая дает нам инструкцию как жить это тора сколько примеров ты можешь оттуда взять для того чтобы получить силы чем эти примеры они реальные вещи которые произошли в этом мире это не не рассказы и не опыты это реальная жизнь жизнь которая произошла много лет назад происходит сейчас и будет происходить всегда я вспоминаю как тора рассказывает про солдат которые выходили на войну против врага и перед этим с ними говорил коэн священнослужитель помазанный священным маслом он так и назывался помазанным на войну коэн машуах мелхама и тора рассказывает как он поднимал боевой дух вот этих солдат этих простых людей которые взяли чтобы они оборонялись или захватывали территорию где есть враг и он говорил да враг силен враг который не пожалеет но всевышний сказал что он будет воевать с вами он будет воевать за вас вы только должны поверить когда перед вами стоит человек у которого казалось бы нет шансов он болен он унижен он оскорблен он потерял работу масса примеров и глядя на такого человека в душе это действительно думаешь слушай шансов нет надо вспомнить слова любовического рыбы врач должен лечить они вселять отчаяния в сердце человека мы с вами в чем-то врачи мы должны лечить должны бороться за этого человека до последней секунды и не вселять в него разочарование безнадежность и отчаяния шалом шалом а